Компания «Промкомплект» предлагает насосные станции, системы водоочистки, краны шаровые, циркуляционные насосы, термоманометры, счетчики бытовые, трубы и фитинги полипропиленовые. «Промкомплект» – все для водоснабжения и отопления в доме. Качественно и по разумным ценам. «Промкомплект». Монтажников 1. Телефон 75 15 85. Это наше время. Главные события середины недели в материалах корреспондентов телеканала «Регион». Студия Мирики Ульманов. Здравствуйте. В Оренбурге автомобильный газ подорожал на 2 рубля, а продукты питания тем временем пока не растут в цене. Почему продавцы не торопятся менять ценники? Рожать или прервать беременность в Оренбурге разгорелась дискуссия по поводу предложения ввести запрет на аборты. Кому помешал большой ребенок? В Оренбурге жестоко убили известного всем регулировщика Игоря. Мужчина, который спешил быть полезным, погиб от удара по голове. Неравнодушные жители создали петицию, чтобы следователи не убрали дело в долгий ящик. И от ибаты шли солдаты. В регионе стартовала осенняя призывная кампания. До Нового года в войска отправится 2000 оренбуржцев. Айманибанк лишился лицензии. Причина – у кредитной организации закончились деньги. Пишет об этом сегодня РБК. Также сказано, что в середине октября акционеры планировали сами рассмотреть вопрос о ликвидации организации. Однако Центробанк опередил их, лишив банк лицензии. На данный момент в Айманибанке назначено временное руководство. Затем к своим обязанностям приступят конкурсные управляющие. Замечу, что банк этот московский, но офис кредитного учреждения есть и в Оренбурге. Он по-прежнему работает. Только вот вклады клиента уже не возвращают. Ну а тех, кто доверил Айманибанку свои накопления, немало. Кредитное учреждение предлагало высокие проценты по вкладам. И Оренбуржцы несли туда все свои сбережения, веря, что там они будут в безопасности. Теперь клиенты банка в растерянности. Последние недели они ходят в офисы, безрезультатно требуя вернуть вклады. Ольга Патрушева узнала, кто оказался в числе клиентов Айманибанка. А также, когда они смогут получить назад свои деньги. Светлана Базарова, вкладчиком Айманибанка, стала лет 10 назад. Правда, тогда он назывался по-другому. Алтай Энергобанк. Несли туда с мужем каждую сэкономленную копеечку. Заманчивые проценты обещали безбедную старость. Никаких недоразумений не было. Тут у моего мужа заболела родная сестра. Ей 81 год. Она лежала в больнице, и мы решили ее проведать. Пошли, нам нужны были деньги на билеты. Нам надо было снять всего-навсего, ну где только, может, 50 тысяч. Нам предложили только 5 тысяч, сказали в банке, денег нет. Только позже она выяснила, банк на грани ликвидации. Светлана Базарова, конечно, в курсе, что вклад ее застрахован, и через какое-то время она сможет накопление вернуть. Но деньги-то нужны сейчас. Ситуация безвыходная. Мы, значит, получили пенсию с мужем, билеты вот только купили на пенсию. Ехать нам не на что. Офис Аймани-банка и правда выглядит уныло. Банкомат не работает. Консультантов всего двое, посетителей немного. При нас заходит женщина с тем же вопросом, как забрать деньги. Ее выпроваживают, заявляя, что на сегодня офис закрыт. Но нас принять консультант соглашается. Помнишь ли снять кто? Ну, не с ним, не с ним денег. А после мамы это что-то делать? Ждать, пока нас либо подкрепит Москва, либо окончательно у нас отдал лицензию и получит свои деньги в течение двух недель. Тогда мы еще не знали, что Центробанк, возможно, в эти самые минуты принял решение лишить Аймани-банк лицензии. Это значит, говорят специалисты, получить свои деньги в ближайшие дни точно не получится. Придется подождать, когда пройдут обязательные процедуры. После того, как у банка отозвана лицензия, информация поступает в агентство по страхованию вкладов, которые назначают банк, который будет выплачивать страховые суммы. После этого гражданин может прийти с паспортом, написать заявление и получить свои деньги. Как сообщает Центробанк, выплаты начнутся не позднее 19 октября. Но накануне все вкладчики получат уведомления об этом. Еще можно заставить Аймани-банк возместить моральный ущерб. Но получить деньги будет маловероятно. Желающих вернуть свое слишком много. Ольга Патрушев, Дмитрий Примачек. Наше время. В Оренбурге подорожал автомобильный газ. Цены на топливо с начала лета выросли на 2 рубля. Если в августе водители заправлялись по 17 рублей, то сегодня стоимость газа уже приближается к 19 рублям. На некоторых станциях водителям предлагают заправиться по 18,95. Подорожание топлива уже больно ударило по карманам автомобилистов. Я не знаю, к чему это ведет, что добивается. Работы нет, зарплата падает. И просто, я не знаю, как будто не навстречу людям идет, а ухудшается ситуация. Конечно, вызывает недовольство. Тем более, край такой богат газом, добычей и нефтью. Почему так? В других регионах, кстати, дешевле газ. Я вот ездил, там Тюмень, Челябинск уже дешевле. Не знаю, с чего это там. Наверное, мы закупаем где-то газ в Сирии. Такое резкое повышение цены на сжиженный газ заправщики объясняют тем, что подняли цены поставщики. И не исключает, что в ближайшее время топливо подорожает еще. Растут ли цены на продукты? В торговых павильонах одного из оренбургских рынков побывала наша съемочная группа. Иван Бер и Владимир Семенов расспросили продавцов о покупательской способности людей. И получили интересные ответы. На прилавках одного из рынков города товара хоть отбавляй, вот только цены чаще далеки от доступных. И, может быть, потому покупателей не так много. Однако, по словам продавцов, цены они стараются не повышать. Покупатель пошел неактивный, а если и покупает, то совсем немного. Сегодня мы побывали в трех разных павильонах. Рыбном, овощном и мясном. Потому что цены растут. Каждую неделю поставщики прибавляют цену. В основном на сель цена поднялась, на красную рыбу, на семгу, на форель цена значительно выросла. На икра цена стабильная. А на такую продукцию все цены поднимаются. Народу больше-меньше появляется в этой связи? Меньше, конечно, меньше. Если деньги есть, покупают. Нет, они выращивают сами. Сейчас все на улице торгуют, потому что местный еще остался с помидорами. Доедают все свое. Сами пока не повышаете? Пока нет. Вообще мало покупателей. Видите, уже к концу рабочего дня мясо полный стол. Какой поднимательный? Даже ниже закупочное отдаем, лишь бы продать. Потому что нет людей, денег нет у людей. Пенсионеры, они берут по 200 грамм, по 300, по полкило. Сами же покупатели не отрицают. Продукты дешевыми не назовешь, несмотря на то, что цены пока остаются, так скажем, летними. Кому как, а так себе. Для себя больше внимания, в смысле, по деньгам. Если нужда, короче, есть, то деньги не имеют значения. Цены ужасно выросли. Ужасно. Прямо без двух тысяч на базаре делать нечего. Во-первых, я пенсионер, а во-вторых, не часто здесь бываю, покупаю. Но дороговато? Ну, я скажу, кто работает, конечно, дороговато. Я бы снизил цену. Подводя итог нашему репортажу, очевидно, поднимать цены смысла уже нет. За последние два года они взлетели как минимум в три раза, а пенсии и зарплаты остались на прежнем уровне, либо остались еще ниже. Иван Берр, Владимир Семенов. Наше время. Тем временем огурцы в Оренбурге подорожали почти в два раза, а капуста, наоборот, упала в цене. Оренстат опубликовал данные по стоимости продуктов питания в сентябре. По данным статистиков, в начале осени морковь, картофель и виноград подешевели в среднем на 20%, капуста на 16%, а яблоки на 10%. Не на много, но упала цена и на гречку, сахар и рис. При этом огурцы подорожали сразу на 76%, помидоры на 18%, апельсины на 15%. Совсем незначительно выросли в цене свинина, молоко, рыба, масло сливочное и яйцо куриное. Список подписавшихся за запрет бесплатных абортов становится все больше. Инициатива, которую уже поддержал патриарх Кирилл, предполагает вывести прерывание беременности из фонда ОМС. Под слоганом «За деньги народа надо лечить людей, а не убивать детей» уже подписались больше 75 тысяч человек. Некоторые предлагают пойти дальше и запретить аборты вовсе. В Оренбурге дискуссия тоже идет, ведь только в прошлом году у нас сделали 17 тысяч таких операций. Елена Кузнецова выслушала сторонников и противников инициативы и услышала доводы этические, исторические и даже экономические. Вообще идея сильно не нова. Оренбургские активисты уже несколько лет требуют запретить аборты в принципе. И называют их не иначе, как убийством нерожденных детей. В Союзе православной молодежи говорят, здесь и обсуждать нечего. Это настолько же целесообразно, насколько у нас запрещено вообще убивать людей. Вот запрещено убивать людей. Почему я не могу пойти сейчас или вы не можете пойти, и неудобно вы себе человеку просто лишить жизни. Ну мне не нравится. Вот он мне сейчас вот как-то не устраивает, но я знаю, что я за это понесу уголовную ответственность. Каждый год активисты проводят акции, объясняют свою позицию и даже пробовали собирать подписи за запрет абортов. Правда в этом начинании пока не преуспели, но в своем убеждении остались непоколебимы. В их представлении аборт не личное дело женщины. Простите, это уже не совсем ее тело, это уже человек, это уже личность такой же, как вы и я. То есть вырвать зуб, пожалуйста, сделать тоннель в ушах – это ваше тело. Но ребенок – это уже отдельное существо. Председатель благотворительного фонда «Наши дети» и, кстати, сама мама уверена в обратном. Наталья не призывает к абортам, просто оставляет за женщиной право выбора. Ведь она каждый день ищет средства на лечение, реабилитацию и помощь тяжелобольным детям. Она приводит цифры. Курс реабилитации – 100 тысяч, коляска – 70. Наталья уверена, иногда аборт – это страшное, но гуманное решение. Ну да, мы рожаем этих детей. А потом, что мы с ними делаем? То есть вот те родители, которые не очень благополучные, которые не имеют возможности их выращивать. Нет финансового обеспечения, нет жилья. Тем более, что, как правило, больные дети – проблема сугубо женская. Мужчины часто оказываются слабым полом. Да и на здоровых дочерей и сыновей отцы подчас не спешат раскошелиться. В службе судебных приставов говорят – счет алименщикам идет на тысячи, и все вместе они должны родным детям полтора миллиарда рублей. Должники не всегда не являются безработными. То есть в основном это просто неофициальное место работы. Судебные приставы получили полномочию ограничивая должников в специальном праве – на право управления транспортными средствами. То есть эта мера сейчас является очень эффективной, особенно в категории алименты. Вообще права на выбор, рожать или нет, в России традиционно принадлежала женщине. По закону или по факту. В начале прошлого века основанием для прерывания беременности была даже нелюбовь к мужу. Чтобы как-то урезонить дам в 36-м году вышел печально известный закон о запрете абортов. И появились аборты криминальные. Дошло до того, что один из врачей сделал такое, скажем, антисоветское заявление. Приводит такой случай из своей практики, что очень часто женщины делают аборт гвоздями. И заявил о том, что гвоздей, поэтому, собственно говоря, в Советском Союзе и нет. Историки подсчитали, в результате закона криминальный аборт стал главной причиной женских смертей. Впрочем, даже современные врачи не рассвидели последствия неудачного прерывания беременности. Ведь даже если аборт делали за деньги где-то, то лечиться потом придут в госклинике. Причем за счет фонда УМС. Достаточно агрессивное это лечение. Очень дорогое для лечебного учреждения. Очень тяжелое для врачей и медицинского персонала. Эти больные очень тяжелые. И подчас все наши усилия сводятся к нулю. Мы бессильны иногда помочь таким больным. Специалисты говорят, аборт – дело сложное. Чтобы свести риски к минимуму, женщину обследуют до и наблюдают после процедуры. Стоит вывести аборты из системы УМС, и за деньги их начнут делать где угодно и кто угодно. А государство потеряет контроль за процессом. Моя личная позиция, что выводить аборты за пределы УМС в категоричной форме нельзя. И запрещать аборты также нельзя. Самое интересное, все участники этого диспута одинаково уверены, аборт – дело нехорошее и недоброе. Только одни надеются решить проблему с запретами, другие предлагают пропагандировать планирование семьи, а условия материнства сделать комфортнее. Ведь только одна программа материнского капитала уже помогла сократить количество абортов и увеличить рождаемость. Елена Кузнецова, Станислав Доминов. Наше время. Оренбуржье может лишиться одной из старейших общественных организаций. Тучи сгущаются над Российским Союзом Молодежи. Причина – недостаток финансирования. Из-за нехватки денег на зарплату 16 из 26 сотрудников организации уже получили уведомления о сокращении. Информацию о том, что РСМ испытывает трудности, нам подтвердил и председатель Союза Сергей Головин. Известно, что доходы общественная организация получает исключительно за счет сдачи в аренду здания на улице Володарского, доставшегося ей по наследству еще со времен комсомола. Теперь же крупнейшие арендаторы, в первую очередь Банк Авангард, намерены покинуть помещение. Отсюда и проблемы с финансами. Организация, имея огромное здание в центре Оренбурга, вынуждена сокращать своих сотрудников. Мне непонятно. Непонятно, очень жалко и очень обидно, конечно, потому что действительно РСМ – одна из немногих, да, наверное, пожалуй, единственная организация общероссийского уровня, которая проводила и реализовывала такие масштабные государственные проекты. Известно, что РСМ вот уже много лет занимается реализацией молодежных проектов. Однако, по мнению экспертов, в последние годы активность организации резко упала. Я все-таки уже лет 25 как интересуюсь довольно активно политикой, много писал о ней. И РСМ там особо как бы не фигурирует. То есть есть какие-то отдельные акции, то они там с курением борются, то они там волонтеры на каких-то мероприятиях типа Олимпиады. Такое ощущение, что это все как бы верхушка айсберга, айсберга самого нет. Очень активно в Москве работает РСМ, в Костроме, активно работает в Калининградской области, наверное, еще в ряде регионов. У нас вот в последнее время, к сожалению, да, мы как-то не слышим про РСМ, но и в целом, вот не ругая сам РСМ, в целом, если говорить, в последнее время, у нас не очень развивается молодежная политика в городе, да, и в регионе. О проблемах Российского союза молодежи известно и в правительстве в области. Как нас сегодня заверил вице-губернатор Дмитрий Кулагин, в ситуации постараются разобраться в ближайшее время. Я считаю, что вот так вот просто лапки вверх поднимать нельзя. Надо садиться за стол и вместе с Департаментом молодежной политики думать, как сохранить крупнейшую, старейшую общественную организацию. Кому и чем помешал большой безобидный ребенок? Накануне в социальной сети взорвала новость о жестоком убийстве, известного всем и каждому Игорька. Это тот самый особенный человек с большим сердцем и одной лишней хромосомой, которого оренбуржцы так привыкли видеть на улицах города. Несмотря на ментальные нарушения, Игорь всегда очень хотел быть полезным. Он подметал тротуар и прибирался в магазинах, и даже пробовал регулировать движение. Его не стало в ночь на 1 октября. Тех, кто лишил солнечного человека жизни, пока не нашли. Екатерина Киселева, как и многие, была знакома с Игорем. Она о том, каким его будут помнить. Эти кадры мы снимали 5 лет назад. Тогда Игорь уже попробовал себя в роли охранника, инспектора ДПС, грузчика и осваивал профессию дворника. Приходил на работу раньше всех, наводил порядок, засучив рукава. За спасибо, конфеты, мороженое уж очень хотел быть полезным. Все его по-своему любили, угощали кто помидорами, кто клубникой, кто чем мог. Он был большим, светлым, общим ребенком, который всем верил и всем улыбался. В то, что Игорек больше сюда не придет, те, для кого за два десятка лет он стал родным, пока верит с трудом. Он разговаривать не умел, мы научили его разговаривать, он всех нас по имени знал, он постоянно у нас мусор выносил, он за это нам говорил спасибо. Он очень кошек любил, вот все кошки его, он их всех собирал. Тут мы его, наша вот продавщица его всегда брила. Он жил на Севастопольской с опекунами, родителей лишился рано. Да, папа, мама, свет! Выходил из дома чуть свет, сначала подметал окрестности, после торопился на перелог больничной, ведь его ждали сразу в нескольких магазинах. Ну, нам помогал, заходил всегда, корзинки убирал, на место ставил, порядок наводил. Пять лет назад на этом месте мы с Игорем пускали мыльные пузыри и ели шоколадное мороженое. Сегодня все говорят примерно одно и то же. Был большим ребенком, но даже дети бывают жестоки. А у Игоря, может, и была лишняя хромосома, зато напрочь отсутствовал тот самый ген, который отвечает за злобу и жестокость. Ту жестокость, которая отняла у него жизнь. Его убили в его же окрестностях, тех самых, которые он всю жизнь подметал. Нашли в ночи на задворках Ивана Сиряна. Женщина какая-то шла с собачкой гулять, и вдруг собачка кинулась в этот промежуток. И тогда увидели. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Только пока в нем нет ни фигурантов, ни подозреваемых, ни даже свидетелей. Никто ничего не видел и не слышал. Смерть потерпевшего наступила в результате травмы головы. Эксперты отметили, что у мужчины имеется гематома на лице и на голове. То есть телесные повреждения в виде черепно-мозговой травмы. И смерть наступила от кровоизлияния. Не так давно Игорьку исполнилось 50. В день рождения ему традиционно желали долгих лет жизни и здоровья. Оно, кстати, несмотря на диагноз, не подводило. Хотя отморозки нашли, с кем справиться. Единственное, что... Поэтому все люди, которые знали его, осуждают этих ублюдков. Вот это другого слова не подберешь. Отморозки, это более мягко сказано. Все им это воздастся на том свете. Натерина Киселева, Константин Воробьев. Наше время. Новость об убийстве Игоря действительно потрясла весь Оренбург. Ведь в городе не было человека, который хоть раз не видел бы этого большого ребенка. Оренбуржцы очень боятся, что преступление сойдет убийцам с рук. И что следователи просто махнут на мутную историю рукой. Сегодня группа активистов составила петицию ко всем ведомствам и инстанциям. С просьбой принять все меры для поимки и наказания преступников. Пропал пожарный. Макет спасателя в форме на Каланче рядом с региональным управлением МЧС убрали. Пропажу одним из первых приметил оренбургский журналист Дмитрий Урбанович. На своей странице в фейсбуке он опубликовал две фотографии. На одной пожарной есть, а на другой сделанной сегодня макета уже нет. По словам журналиста, его убрали в целях безопасности перед приездом Владимира Путина. Однако президент уехал, а спасателя, который много лет бдит за покоем в городе, пока не вернули. По всей видимости, МЧС просто некогда. Ведомство проводит четырехдневную тренировку по гражданской обороне. Скоро в армию. В Оренбуржье началась осенняя призывная кампания. Из нашего региона в войска будут направлены больше двух тысяч новобранцев. Все они будут служить в части, дислоцирующиеся в стране. За границу ни один срочник не попадет. Юрий Мишенин, продолжит тему. Пока плац областного сборного пункта пустый. У склада, где переодевают призывников, никого. Но уже совсем скоро здесь будет многолюдно. Призыв на воинскую службу начался. Сухопутный военно-морской флот, авиацию, РВСН, во все войска пойдут. И по всей необъятой нашей родине, Российской Федерации. За границу мы никого не отправляем. По итогам весеннего призыва в Оренбургской области всего 17 уклонистов. От армии сейчас не бегают. Молодые люди, наоборот, стараются пойти служить. Некоторые даже скрывают свои болезни. 10 лет назад, 15 лет назад мы больше заявлений рассматривали с просьбой предоставить отсрочку. То теперь у нас явно больше заявлений с просьбой призвать. Даже несмотря на то, что есть реальные основания для отсрочки. Ребята хотят идти служить. Заседание призывной комиссии – один из последних этапов подготовки. Нужно просчитать все. И не только на время непосредственно призыва, но и на будущее. Ведь даже когда молодой человек из области уже ушел служить, связь с ним не прекращается. Особенно в первое время. Самое тяжелое. Дмитрий Кулагин по себе знает. В этот осенний призыв из области в войска пойдут служить 2200 человек. Чуть больше было призвано весной. И уже набрано порядка тысячи контрактников. Так что Оренбуржий комплектует Российскую армию по всем параметрам. Юрий Мишанин, Владимир Семенов. Наше время. Борьба за 10 миллионов продолжается. Уже известны имена семи полуфиналистов телевизионного конкурса «Бизнес-класс». Кто хочет к ним присоединиться на этой неделе, смотрите в нашем следующем сюжете. На этой неделе за внимание экспертов будут бороться компания «Универсал Трейд», фабрика детского платья «Чупи Нет», студия иностранных языков «Хэллоу Мантича», проект «Электронный кондуктор» и караоке-клуб «Пиано Лаунж». Некоторые из участников пришли на съемочную площадку не с пустыми руками. Мы покажем продукцию, которую мы производим. У нас образцы всех сегментов эконома, премиума и среднего. Я думаю, что эксперты приятно удивятся. Сладкие трубочки для молока и бескондукторная система оплаты за проезд. Эти необычные проекты представлены в восьмом выпуске программы. Компания «Универсал Трейд» предложила жюри попробовать свою продукцию прямо во время презентации. У каждого из участников есть всего 10 минут на презентацию своей бизнес-идеи и ответы на вопросы экспертов. Если с нуля полностью все открывать, если с помещением и так далее, это будет около 100-110 тысяч долларов. Местных вы не будете привлекать, которые там будут, педагоги? Такое дорогое оборудование я бы не рисковала пробовать с кого-то из местных. Кому из участников удалось заинтересовать экспертов, а кому огорчить, вы узнаете на нашем телеканале уже завтра в 19.00. Теперь о спорте. Сразу три игрока футбольного клуба «Оренбург» вызваны в свои национальные сборные. Вратарь Александр Гутер в составе команды «Беларуси» отправится в Амстердан, где попытается оказать достойное сопротивление хозяевам голландцам. А следом белорусов ожидает встреча со сборной Люксембурга. Игры пройдут в рамках отборочного турнира к чемпионату мира в 2018. Защитник Фархот Васиев заявлен в состав команды Таджикистана, которая уже сегодня вечером в товарищеском матче помирится силами с командой Палестины. Полузащитник Оренбурга Дмитрий Ефремов отправился в распоряжение молодежной сборной России. На выезде наши футболисты сыграют со сверстниками из Германии. Сейчас информация от городских электрических сетей. В четверг жители некоторых улиц Оренбурга и пригорода останутся без электроэнергии. Причина – плановые ремонтные работы. Дополнительную информацию можно уточнить по телефону 56 83 38 либо 98 48 48. И в заключении. Учителя сегодня отмечают профессиональный праздник. Поздравляю всех педагогов и преподавателей школ, гимназий и университетов с этим событием. Счастья вам, терпения и достойные зарплаты. Такие новости в выпуске программы «Наше время» можете посмотреть на сайте 56nv.ru. Всего вам доброго и хороших новостей. Компания «Промкомплект» предлагает насосы, задвижки и клапаны, фланцы, отводы, вентили, термометры и манометры, люки канализационные, вентиляторы. «Промкомплект» – все для бесперебойной работы промышленных предприятий. Качественно и по разумным ценам. «Промкомплект» – монтажников 1. Телефон 75 15 85. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова